Добро пожаловать всем на страшной неделе на наше четверговое собрание, где мы будем сегодня разбирать Священное Писание, а потом, конечно же, вкушать будем причастие. И я буду сегодня не один здесь на сцене, но я хочу пригласить ряд пасторов с нашего региона, с нашей области. Давайте поприветствуем их, пасторы, служители. Слава Господу! И мы сделаем, как мы иногда делаем на наших собраниях, когда мы вместе сидим и читаем Слово Божье и разбираем их. И сегодня у нас, видите, пасторы из Нижних Серег, Илья Бетнев, Андрей Фимов из Азбеста, Сергей Бороздин из Ривды, Руслан Карамышев из Каменск-Уральского, Александр Городилов из Полесково, Сергей Свистунов из Верхней Салды, ну и Дмитрий Смирных, пастор нашей церкви. Давайте поприветствуем всех. Спасибо, братья, что приехали. И вы знаете, что мы делаем каждое, мы делаем обычно каждый вечер собрания, каждый вечер собрания, вот. Но в этот раз у нас, поскольку будет Пасха со спектаклем, не как там с концертом, это будет спектакль полноценный, где такая большая работа ведется, вот, по подготовке, поэтому у нас здесь постоянные репетиции, постоянные репетиции, вот. И поэтому мы сделаем только два собрания. Сегодня у нас будет, и завтра мы будем молиться с шести, там некоторые спрашивают, за скольки. С шести будем молиться до десяти. Мы сначала хотели с семи до одиннадцати, а потом решили лучше шести до десяти сделаем. Шести до десяти, поскольку пятница, и обычно люди раньше заканчивают работу, и завтра мы будем молиться там у нас, в доме молитвы. Возьмем, будем молиться и за Пасху, и за собрание, за нашу страну, и за власти будем. Сейчас, я думаю, много о чем молиться есть, потому что ситуация в мире, я думаю, все, кто следят, неспокойная. Вот я во время поста мало смотрю новости, и то доносится, что неспокойная какая-то ситуация на международной арене. Но мы верим, что молитвы много могут совершить, правда же? И завтра мы будем молиться, когда у нас будет такая страстная пятница. Вот. А сегодня у нас с вами четверг, который называется традиционно, в Библии, конечно, этого нет, но его называют чистый четверг, да? Чистый четверг. И прежде всего, сегодня произошло причастие на страстную неделю. То есть Иисус был вместе с учениками, и он взял хлеб, взял вино и сказал, примите это тело мое, это кровь, проливаемая за вас. Вот. Поэтому мы традиционно каждый четверг вместе с вами делаем причастие. Сегодня у нас будет также причастие, и мы будем делать это сегодня не как обычно, служители будут разносить по рядам, а в конце собрания все выйдут вперед, и мы будем вкушать причастие и поклоняться нашему Господу. Вот. Но до этого мы будем разбирать вместе Слово Божье. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами взяли рассказ по 13 главе Евангелия от Иоанна. Мы обычно в этот четверг разбираем само причастие, разбираем хлеб и разбираем вино. А сегодня давайте вот сделаем акцент на чистый четверг. Почему чистый четверг? Да потому что в этот день произошло событие во время причастия, вот, о котором написано в 13 главе Евангелия от Иоанна. И я еще хочу вам напомнить, что поскольку, когда мы сидим и разбираемся Слово Божье, вы можете по ходу задавать вопросы ваши, которые вы можете писать на бумаге, передавайте вперед, и вот здесь эти вопросы будут приходить к Михаилу Крюкову, и он их будет потом приносить мне на сцену. И все, что вас интересует в отношении Страстной недели, в отношении Пасхи, то есть не нужно задавать вопросы по всей Библии, не нужно задавать вопросы на все темы, на только то, что связано с Пасхой, со Страстной неделей, и конкретно с чистым четвергом, с теми событиями, о которых мы сегодня будем говорить. Поэтому вы можете уже сейчас писать, передавать, и мы постараемся на все интересующие вопросы дать сегодня ответ. В конце у нас будет молитва, будет причастие. Мы верим, Господь благословит нас сегодня. Аминь. Слава Господу. Ну что, открыли 13 главу Евангелия от Иоанна, и будем читать с первого стиха. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. А сколько у вас микрофонов, братья? Два. Два всего, да, микрофонов? Что у нас два микрофона, нету больше, да? Хорошо. Ладно, будем передавать тогда. Вот. Братья, у меня прежде всего вопрос. Вот по самым первым словам 13 главы первого стиха. Перед праздником Пасхи. Мы знаем, что праздник Пасхи не возник в Новом Завете. Этот праздник Пасхи идет еще с Ветхого Завета. И это праздник Пасхи, это не только для нас главный праздник, для иудеев это тоже главный праздник в их религии иудейской. Вот. И они к этому празднику серьезно готовились, да? И вот как, я понимаю, что у нас нет много времени, но я хотел бы, чтобы кто-то из вас обрисовал, как традиционно иудеи готовились к празднику Пасхи, что необходимо нам знать, прежде чем мы все это будем дальше разбирать. Кто это сможет? Андрей, да, Андрей, пожалуйста. Да, я, наверное, раз. Включен? Да, включен. Праздник Пасхи входил в один из трех обязательных праздников для иудеев. У них было три обязательных праздника в году. Это Пасха, Пятидесятница и Епреснаки. И эти праздники, они не длились, как, например, у нас, один день. Праздники включали в себя целую неделю. И так называемый праздник Пасхи, который мы празднуем сегодня, когда праздновали вот эту замечательную вечерю, он входил в праздник опресноков. То есть иудеи по закону должны были целую неделю остерегаться всего дрожжевого или квасного, как у нас написано. И женщины вот дома, они должны были вычищать, буквально выметать все. Почему у нас весной в нашей стране все стараются вымыть, вычистить? Это все от иудеев, потому что иудеи очень тщательно, целую неделю они это праздновали. И вот на этой вот такой неделе опресноков и был этот ужин. Пасха – это ужин, когда все собирались, и целая семья должна была зажарить агнца и есть его с горькими травами. И в конце этого праздника самый младший из иудеев, он должен был задать вопрос. Именно такой, ради чего мы собрались, какой повод. И самый старый он должен был рассказать. Рассказать, как Бог вывел израильский народ из Египта и о десяти казнях. И он должен это все был совершить. И в конце они пели два гимна. Два гимна. И вот здесь, в этой тринадцатой главе, очень удивительно именно то, что Иисус выступает хозяином дома. Он выступает хозяином, который пошел, сказал, приготовьте мне. И там должно быть определенное число людей, не меньше, а обязательно больше можно, меньше нельзя. Этот агнец должен быть седен. И во время этого как раз ужина пасхального и были произнесены все вот следующие несколько глав его речей. То есть он будет рассказывать уже не об исходе из Египта. Он будет заключать Новый Завет. И, конечно же, фантастически будет то, когда он возьмет эту чашу и скажет совсем другие слова, чем те, которые они привыкли слушать. Но этот праздник очень важно понимать. Каждый иудей, каждый мужчина иудей, каждый год, если он живет в радиусе примерно ста километров, он обязан посетить Иерусалим. То есть этот праздник обязательный. Не просто надо было прийти, надо было принести подать, надо было участвовать в поклонении. Поэтому все иудеи, мужчины, они обязательно были на этом празднике. И вот этот ужин, конечно, для нас, верующих, это величайшее благословение. Потому что Иисус здесь раскрывает то, что до этого он никогда не раскрывал. Никогда. Его речи, которые он произнес здесь, они уже касаются только его учеников. Его слова, они обращены именно к верующим. К верующим. Это величайшее благословение. Поэтому вот этот ответ, Андрей, да, что ты вот рассказывал, они вычищали все квасное. Некоторые спрашивают, почему у нас, когда причастие, у нас пресный хлеб, да? Потому что это вот как бы традиционно мы для причастия закупаем еврейскую мацу, да? Маца — это хлеб бездрожжевой, да? Там нету дрожжей. Вот. И именно такой хлеб и использовали во время Пасхи, потому что дрожжевого ничего не могло быть в доме. Дрожжевого. Поэтому, когда в некоторых церквах используют для причастия хлеб дрожжевой, есть вот такое, да? В принципе, это не совсем соответствует Священному Писанию. Я не думаю, что это какая-то принципиальная разница, если ты веришь, что хоть дрожжевой, хоть не дрожжевой, да? Но более как бы вот по Писанию, вот именно как было, это вот использовать бездрожжевой хлеб, да? Мацу, мацу, которая... Потому что в Библии тоже, вот братья, дрожжи, да? Чего является символ дрожжи, да? Почему нужно было дрожжи вычистить, да? Кто? Сергей, да? Давай, Сергей. Почему от дрожжей надо было освободить? Дрожжи – это всегда символ греха. Это всего чего-то нечистого. Что так в тебе, как дрожжи, что-то там кипит, бурлит, пузырит по тебе, да? То, что в Новом Завете, то, что... Сидишь, а ты видишь что-то плохое прямо сейчас, грех. То, что по отношению того, что было в Ветхом Завете, это как чистые, да, эти образы, то для нас сегодня именно это внутреннее состояние, внутреннее состояние сердца. Почему Господь и говорит «чистый сердцем Бога узрят». Поэтому, конечно, это прежде всего убрать из своего сердца, из своей внутренности всякий грех, все, что мешает сегодня для того, чтобы именно встреча с Богом происходила. Как написано, с опресниками чистоты. Будем праздновать не со старую закваску греха, а с опресниками чистоты и истины. Да, вот мы берем чистоту. Конечно же, можно кушать и пресный хлеб с плохим сердцем. Это тебе ничего не даст, да? Но вот это вот как бы символизирует чистоту, что мы должны очистить. Поэтому я думаю, вот это чему нас учат? Потому что ведь самые главные уроки, они же очень простые, но они жизненные. Это на сути, что ожидая Пасху, важно, и если мы хотим пережить силу воскресшего Христа, мы должны понять, чистые сердцем Бога узрят. Да, вот эта чистота в нашем сердце. И когда мы готовимся к Пасхе, вот проверять в свою жизнь, потому что Бог, возможно, кому-нибудь, вот перед Пасхой, возможно, во время этой страшной недели, что-то показывает в жизни, что вы должны изменить, преобразовать. Бог пока, смотри, вот еще у тебя квасное, как вот они, вот Андрей рассказывал, искали там и выметали все традиционные, из всех углов квасное. Точно так же Бог как проводит ревизию в доме нашей жизни, чтобы ты посмотрел в своей жизни. У тебя может быть тут столько всего по углам, понапрятано всего, да? И ты сидишь, и люди, которые имеют в своей жизни квасное, да, нечистое, там что-то плохо, ложь, грязь, обман, ссоры, недовольство, вот-вот все-все-все-все. И при этом у нас какая-то иллюзорная надежда, что вот нас там Бог когда не коснется в Пасху, да, а Бог говорит, а ты прибрал дом своей жизни, а ты вымел вот эти квасные все вещи, ты убрал это все, потому что это было необходимо для того, чтобы готовиться к празднику Пасхи, да? Вот, хорошо, ну что, давайте идем дальше, да? Вот, перед праздником Пасхи, и вот мы, вы услышали, как они готовились, как они настраивались, все было подготовлено, вот. Иисус, зная, что пришел час его об этом, часе он много говорил, «явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, то есть, смотрите, все другие евангелисты описывают саму вечерю, да? И Иоанн добавляет, что во время этой вечери произошло, да? То, чего других евангелистов мы не находим, это именно добавил Иоанн во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. Смотрите, то есть, уже до этого дьявол вложил в сердце Иуды желание предать Господа и Спасителя. Вот я думаю, нам необходимо здесь остановиться. Что значит дьявол, как дьявол вкладывать, что происходит? Что значит дьявол вложил в сердце Иуде предать? Получается, Иуда может быть невиновен, да? Но невиновен, дьявол вложил Иуде. Ну вот, и что Иуда виноват? Вложил бы Петру, но Петр бы предал, да? Вложил бы Иакова, Иаков предал. Какая вина Иуда-то? Вот вложил дьявол в его, избрал его нечистый, вот страдал бедный Иуда. Ну, здесь написано, что дьявол вложил в сердце Иуды. Именно поэтому Священное Писание говорит, чтобы мы больше всего хранили сердце свое. Да ведь? Потому что Писание говорит, что от избытка сердца говорят уста. Из сердца исходят наши помышления. Помните, Иисус сказал, что не то, что входит в уста человека, а скверняет его, а то, что из сердца исходит. То есть наше сердце, оно расположено для принятия чего-то. Можем принимать одно, можем принимать другое. И, конечно, я думаю, что все начинается с мыслей. Все начинается с мыслей. Наши мысли, я думаю, это такие открытые двери в наше сердце. Все начинается с мыслей. Когда-то, возможно, дьявол вложил в голову Иуды мысль. Слушай, Иуда, на Иисусе можно заработать. И когда он не стал ничего делать с этими мыслями, эти мысли, они проникли глубже уже в сердце. И когда уже это проникло в сердце, тогда уже Иуда решил, ну что ж, предам Иисуса. Поэтому Писание говорит, что мы очень должны внимательно следить за нашими мыслями. Мы должны внимательно следить за тем, что в нашем сердце. И вот о том, о чем говорил Андрей, что надо было удалять всякую закваску из дома. И о чем говорил пастор Виктор, о закваске в нашей жизни. И, видимо, Иуда не удалил эту закваску, которая была в его сердце, и это вылилось вот в это предательство. И мы видим, что... Смотрите, получается, все с мысли начинается, да? Иногда люди, вот у нас получается, что не все мысли в нашей голове, это мысли, которые головой нашей рождены. Да. Вот, братья, что-то про это, Сергей, да? Вот, мы же... Тут дело не в Иуде, как бы, не то, что там мы сильно об Иуде переживаем, что сейчас о нем переживать, да? И он жизнь закончил свою. Но вот вопрос так, а вдруг вот мы сейчас сидим, а тут вот кто-то из нас сидит, какая-нибудь сестра или брат. И дьявол прямо сейчас положил в твою голову какую-нибудь мысль, да? И ты сидишь сейчас, думаешь эту мысль. Вообще, Яков говорит, что похоть зачав, рождает грех. А уже грех ведет к смерти, да? Я думаю, что, наверное, нет ни одного человека, кто бы не сталкивался с атаками. Но вопрос, мне кажется, в том, что... Вот в чем, Сергей, чем атаки отличаются, вот именно атаки мыслями, да? Вот если на них сконцентрироваться, демонические атаки мыслями. Чем отличаются? В чем они выражаются? В чем выражаются? Мыслей много, но которые ведут именно к тому, что сделать. То есть каким-то делам конкретным, которые были бы против Бога, против человека. Мыслей много. Как отличить мысль дьявола? Какие, думаете, вот характеристики? Ну, я думаю, что, во-первых, мысли дьявола, они всегда будут заставлять человека идти на какой-то компромисс с Богом. На компромисс с совестью, на компромисс со Словом Божьим, да? И если мы хорошо знаем Священное Писание, почему апостолы, они поощряют христиан вникать в себя и в учение. Если мы знаем хорошо Священное Писание, то какая бы нам мысль ни пришла в голову, мы различаем, от кого эта мысль, к чему она ведет и чем она может закончиться. И в этой ситуации мы должны что-то сделать со своими мыслями. И я считаю, мысли, которые на самом деле приходят от дьявола, они такие очень навязчивые. Они тебя буквально преследуют. То есть иногда ты сидишь, сидишь, тебе мысль какая-то залетела раз в жизни и куда-то улетела. А есть мысли, которые буквально преследуют тебя. Ты ложишься спать, это мысль в твоей голове. Ты на работе, это мысль в твоей голове. И ты понимаешь, эта мысль, она противоречит Писанию, она противоречит. И все внутри тебя восстает против этой мысли, что это неправильно. Ты осознаешь это, если ты рожденный... Один из признаков, что мысль не от дьявола, противоречие с Библией, да? Расхождение с Библией. Одно из таких ярких свидетельств. Еще какие, братья, Дима, какие еще характеристики? Как-то вот нам понять, что за мысль-то залетела. Ведь навязчивая мысль от Бога тоже может быть. Вот Бог призывает тебя, помоги кому-то, помоги кому-то. Ты прям уже не хочешь... Здесь поэтому мы и говорим о комплексе. Что это мысль, которая противоречит Писанию. Противоречит, да? Противоречит. Еще какие? Не зря иудеи уделяли много времени тому, чтобы вычищать все. Вычищать. И не зря сравнивать с дрожжами. Вот я работал, например, на хлебозаводе. Если взять чан с мукой, водой и кинуть туда буквально щепотку дрожжей. Вот маленькую, вообще чуть-чуть. То эта щепотка сделает свое дело и весь чан через какое-то время забурлит. Если будет определенная температура, забурлит. Ну, хоть как. То есть нельзя оградить какую-то часть, например. Или, так скажем, вот это не заденет часть. Нет. Все будет подвержено большому бурлению. Там будет нагнетаться температура и все забродит. И поэтому очень важно даже щепотку какую-то не допускать. И точно так же, как Бог, например, бросает свое слово как зерна на благодатную, плодородную почву сердца. А дьявол пытается все скопировать. И точно так же он пробует. Интересно, здесь вырастет? Интересно, здесь зависть? Дай-ка посею. Дай здесь какую-то пошлость. Здесь какое-то пьянство. Что-то еще. Чуть-чуть, щепоточку. И если попадает на плодородную почву сердца, то совершает свою работу этот грех со временем. Ты больше и больше один грех рождает, другой, третий, четвертый. И уже не остановить этот процесс. Поэтому важно вовремя вымести, пока не началось. Хорошая мысль, что дрожжи попадают, вот Дмитрий сказал. А когда есть определенная среда, то эта среда, она сделает свое дело. Мне кажется, тут такая вот очень важная мысль, что мысли, они все равно приходят любому. И не нужно себя как-то корить, казнить, ой, опять об этом подумал. Да, это очень важно. Ой, опять вот это вот пришло. Потому что мы иногда думаем, что мысль это уже плохо, а мысль это не плохо. Мысль это возможность. Да, да, да. Примешь, не примешь. А вот именно среда, она укоренится, эта мысль в нас, оставит какой-то плод. То есть она зачнет ли или нет. То есть сделает она процесс. Последствия после нее будут или не будут. Вот как бы мысль такая, да. Получается, на самом деле, мы иногда боимся мысли дьявола. А мы не должны бояться этих мыслей. Но дьявол бросил мысль, мысль это ничего, да. Мысль это как крючок. Поймаешь ты, не поймаешь, да. А вот создашь ли ты среду, чтобы эта заквасочка в тебе, какая там, Дима, должна быть, теплая среда, да. То есть вот это теплый, да. Потому что если ты тепл, Библия говорит, все, квасное в тебе забурлит, да. Лучше бы ты был холодным или горячим. Если ты холодный, ничего не будет. Горячий тоже ничего не будет. А вот в теплом, там все, как болото все прямо происходит. Еще одну мысль можно? Пузырить. Не забыл. Написано, что дьявол, он вложил Иуде мысль. А вот мы, наверное, не дойдем до Петра. А вот у меня просто такая мысль. Не дойдем. А вот интересно, а Петр, вообще Петр, он мог ли предать? Или только один был предопределен к тому, что предать Иисуса? И смотрите, просто вспомнил так историю, что когда апостолы собрались уже без Иуды, Искариот, то есть сказали, давайте выберем из среды нашей, кто был от начала и нашли двоих. Двоих нашли. То есть было два про запас. То есть в принципе, ну как бы гипотетически у Петра, значит, тоже был вариант, но каким-то образом, может быть, не вернуться. Это просто мысль вслух. То есть ты считаешь, что резерв был больше, чем для одного предателя. Это интересная мысль. Еще никогда мы так глубоко не уходили в чистый четверг. Вот. Вот еще одна. Но на самом деле то, что Сергей хотел показать, что если у тебя есть возможность предать, не факт, что ты будешь предателем, да? У одного была возможность предать, и он ее использовал. Молодец, да? А другой, слава Господу, не использовал эту возможность. Поэтому иногда мы думаем, ну, знаешь, не будь на то Господней воле, не отдали бы Москвы, как в Бородино, да? Ну, если бы Бог меня определил быть подлецом, извини, ну, бью жену, так я ж подлез, Боже. Бог написал на роду мне таким быть. Вот. Возможно, дьявол вкладывает мысль и тебе, и Петру, но в одном она нашла благоприятную среду, в одном разуме, да? А в другом эти дрожжи так и не реализовались, так и заглохли. Почему? Почему? Потому что неподходящая среда. Поэтому это точно так же, как сравнить, вот кто-то сравнил дрожжи и то, что Бог, это Дима сравнил, Бог сеет. Вот. Точно так же, ведь доброе семя, да? Доброе семя падает на разные почвы, но добрая почва – это там, где нет сорняков, нет камней. Такой почвы не бывает, ее специально культивируют. Ну, не бывает так, поле все разрыхлено, все сорняки вырваны, камней нет. Нет, это подготовленная почва. От природы такой готовой почвы быть не может. Не бывает сердца определенного для славы Божьей и сердца определенного на проклятие предательства. Это мы работаем с нашим сердцем. Мы работаем. Это от тебя зависит, какое будет твое сердце. Готово ли я к принятию слова Божьего, либо готово ли я к принятию закваски от дьявола, да? Наше сердце и наш разум. Поэтому вот это от нас зависит. Я думаю, большой урок. Это вот очень, на самом деле, интересное замечание, которое Сергей сделал, что как бы запасных игроков было двое, но понадобился только один, потому что второй, и, возможно, был Петр этот, да, который тоже был на грани. Он там и отрекался, но, слава Господу, он мог вовремя остановиться. И точно так же у нас есть возможность. У каждого есть возможность остановиться и убить дьявольскую мысль в своем разуме. Убить, да? Или продолжить ее муссировать, продолжить там оплакивать там себя, или там бедного, или еще что-то такое. И дать этой мысли прорастать, прорастать, прорастать в твоей жизни. Хорошо, давайте пойдем дальше. Пойдем дальше. Вы знаете, вот сама вот эта история, помните, вот мы в конце первого стиха прочитали, да, что Иисус явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Вот, ну, такое несколько старинное выражение, до конца возлюбил их. Я вот специально посмотрел в современном переводе, здесь так сказано, он любил тех, кто принадлежал ему в этом мире, и теперь показал всю силу своей любви к ним. Да, вот такое выражение, то есть, что значит, до конца возлюбил? Ну, всю силу любви. Или еще один современный перевод, вот так вот это, эти последние слова первого стиха, вот он так излагает. И любя тех, кто последовал за ним в мире, он решил показать, сколь беспредельна его любовь. То есть, вот это не просто событие, о котором мы будем говорить, где проявляется любовь. И Иисус во многом проявлял свою любовь. Но это событие, оно показало, сколь просто беспредельна его любовь, сколько вот просто вот сильна любовь. И вот переходим к этому событию. Иисус, третий стих. Зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги ученикам, и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус говорит. Хорошо, я вот сейчас про Симона пока остановлюсь здесь. Вот смотрите. Иисус показал своим ученикам свою любовь тем, что во время вечери встал, снял с себя верхнюю одежду, припаялся с полотенцем, влил в умывальницу воды, начал умывать ноги ученикам, и отирать полотенцем, которым был припоясан. Вот сегодня иногда в некоторых церквах во время или перед причастием омывают ноги друг к другу, раз в год по-паримски моют ноги, там находят каких-то коллег, бродяг, и им моют ноги. То есть целый существует такой ритуал во время причастия омывать ноги. Вот. Что вот это, что сделал Иисус? Это какой-то ритуал совершил он? Это что-то такое, какой-то обряд неведомый ввел он? Никто никогда до этого так не делал, и все в шоке были. Как это так он додумался? Такое сотворил, да? Что совершил Иисус? Что совершил Иисус? Или это было некое обыденное дело? Вообще Иисус, так же как ученики, они все приверженцы древней еврейской традиции. А евреи, можно сказать, в то время был самый чистоплотный народ в мире. Потому что у них в законе было прописано по разным случаям совершать различные омовения. И они старались этот закон выполнять. То есть чуть-чуть они почувствовали, что они осквернены, они должны были помыть руки, сами помыться, одежду постирать. И там много-много было предписаний, и они постоянно это делали. То есть никогда иудей, придя откуда-нибудь с улицы, с рынка, не сядя за стол, не помыв руки. То есть это была не просто гигиена такая, это было ритуальное омовение, ритуальная чистота. И в том числе вот крещение, которое, например, практиковал Иоанн Креститель, и потом уже Иисус, это тоже было частью иудейского омовения. Ну просто он придал какой-то смысл вот этому действию. Объяснил, что это такое. Давай посмотрим сначала с точки зрения бытовой. Возьмем два значения, бытовой и духовный. Возьмем с бытовой. Какое в бытовом плане это имело значение? Что это такое было? Вот праздник Пасхи, перед праздником все должны были омыться. И они заранее, до праздника, все совершали омовение. Поэтому мы читаем в Евангелиях о купальнях. Эти купальни, они были, это не то, что там бассейн, дворец молодежи у нас, тут купальня такая. Нет, это было все связано с религией, с верой ихней, эти купальни. Вообще Иосиф Лавий, древний еврейский историк, сказал, что иудеи научили весь мир мыться. Мыться. Да. Соблюдать чистоту. Это же интересно, это же был кочевой народ, да? Они путешествовали 40 лет по пустыне. Это постоянно, когда весь народ жил в палатках, это было им жизненно необходимо, потому что любая инфекция, которая пришла с новых территорий какая-нибудь к ним, она могла всех там перезаражать. Конечно, в бытовом плане Бог дал такие уникальные законы, которые позволяли людям соблюдать гигиену. То, что сейчас говорят врачи, мойте руки перед едой и так далее. Бог им сказал это, мойте руки перед едой. И они мыли руки. Ну, думали, что они очищаются при этом от духовной какой-то нечистоты. И вот перед праздником Пасхи они должны были все помыться, но когда они шли до места празднования, ноги получались оскверненными, потому что они шли по дороге, по улице. И вот когда они входили в дом, то слуга или раб, или младший в доме, если нет слуги, обязан был омыть ноги вот этим людям, чтобы они уже могли к Пасхе приступать полностью помытые, полностью очищенные. И вот здесь, получается, роль этого слуги взял на себя Иисус. То есть в то время это было обычным делом? Да. Это сейчас, когда мы идем, положим в церковь на собрание, ты вышел, сел в транспорт, в маршрутку, в троллейбус, в собственную машину, доехал сюда. Поэтому ты мало проходишь. Ты прошел там чуть-чуть, и здесь чуть-чуть прошел. Ну мы в ботинках, носках еще, они ходили в сандалиях, и пыль вся была на ногах. Ну да, да. Ну как бы Иисус бы сейчас сказал, что чистому только машину мыть. Потому что пока доехал. Но если представь себе, ты идешь в церковь в воскресенье, с оралмаша, там, или с ботаники, или с ЖБИ, пока ты дойдешь, ты грязный весь придешь. Весь грязный придешь. Вот. И приходишь туда. И поэтому у них было омовение. А кто совершал, братья, вот эти омовения? Кто должен был совершать эти омовения? Да, я сказал то, что слуга должен был совершать. Да, слуги. Слуги. То есть это было непочетная. Нет, нет. Непочетная деятельность. Вот. И получается, что Иисус в совершенно обыденной ситуации, когда люди собрались, там, собрались ученики, мужчины, после пути, после путешествия, естественно, люди после путешествия, особенно если эти люди мужчины, они грязные. Вот. И он, как слуга, стал всем мыть ноги. Стал всем мыть ноги, показав, что настоящая любовь – это служение другому, да? Это практическое. Ничего в этом нет сверхъестественного, там, вода не закипела от славы, там. Ничего не произошло, не разделилось вокруг ног. Все было совершенно обыденно, да? Но в этом-то и было чудо, когда, то, что Иисус сказал, «Больше да будет всем слугой». Больше да будет всем слугой. И Иисус же много говорил, то, что Он проявил здесь примером, что настоящая духовная высота – это не позиция директора, там, или начальника, или вельможи, или князя. Он говорит, в этом мире так. Чем человек выше, тем он спесивее, тем он напыщенее, тем он… Ничего не делает, все делает для него, получается. А среди вас, да не будет так, но среди вас, кто больше, тот будет вам слугой, да? И что интересно, что получается, вот, если мы посмотрим на современные, на современные церкви, да, на современные церкви очень часто, я не буду только там православных или католиков, многие протестантские церкви точно так же, евангельские церкви точно так же, да? Когда, как бы, вот, не видно большого служения, да, видно, что люди, которые там являются служителями, они больше похожи либо на звезд, либо на директоров больших производств, в общем, важные, в пиджаках, в галстуках, там, или в каких-то одеяниях нарядных, нарядных, красивых. Вот, хотя, вот, если мы смотрим на Иисуса, я не могу себе представить, вот, что сидит вот куча всяких священнослужителей, священнослужителей, епископов, архиепископов, Иисус самый главный сидит. И вот трудно представить, вот, на великом церковном празднике, вот, потому что его представляешь, вот, как склоненного, кто моет ноги всем пришедшим в дом, вот. Получается, какая, вот, как вы думаете, вот, позиция проповедника, пастора, лидера христианского человека, какая она должна быть, вот, судя по примеру Христа? Ну, Иисус сказал два слова в отношении этого, то есть, диаконос и долос. Диаконос этим словом обозначали домашнего слугу, то есть, он мог быть даже как часть семьи, то есть, приходить и уходить, но он слуга, а великих он называл долос, то есть, рабы. Диаконос – это диаконы, а долос – это рабы. То есть, самые великие – это те, которые незаметно и служат. Всегда удивительно. Не на показ. Да, то есть. Ведь есть же такое, знаешь, как ты, Андрей, такая, как бы, кротость или служение, вот, как вот, значит, ты аж гордишься, какой ты смиренный человек, да? Ну, всякий раз, вот, читая Евангелие, послание, удивляюсь, что эти люди, которые хотели быть по правую, по левую сторону от Иисуса Христа, они пишут о себе «я долос, долос Иисуса Христа, долос». Они ставили это выше всего, что они рабы Иисуса Христа, ничего не значащие. Очень часто люди в церкви, они, когда приходят, что-то сделают, ну, хорошее, доброе дело, и ожидают в свою, в свой адрес какого-то доброго посыла. То есть, они ожидают какой-то награды, ну, хотя бы похвалы, ну, хотя бы, чтобы их заметили. Но вот в чем сущность долос. Долос на это вообще никогда даже не мог претендовать. То есть, долос – это орудие, он не считался даже человеком. То есть, его можно было купить, продать, хозяин мог его ударить, убить, но это в римском обществе. У иудеев было гораздо мягче. Но долос – это тот, который не ожидает ничего взамен. Ничего взамен. Замечательно сказал один проповедник, когда молодой пастор пришел и сказал, что-то вот люди ко мне как-то вот так плохо относятся, он сказал, сходи на кладбище. Он сказал, зачем? Ну, приди на кладбище и говори все доброе, что ты вот знаешь об этих людях. Он пришел на кладбище, сказал все доброе, возвращается, и этот пастор ему спрашивает, ну, что они тебе ответили? Ничего. На другой день говорит, иди, ругай их, ругай. Как только можешь ругать. И тот пришел и спрашивает, ну, что? Ничего, все молчат. Он говорит, вот и ты. Ты точно так же должен быть абсолютно спокоен и к похвале, и к ругане. Почему? Ты раб Иисуса Христа. Ты не существуешь для себя. И апостолы, вот что удивительно, они же были обучение фарисейского, вот когда, на самом деле, пастор Виктор правильно сказал, когда хочется, чтобы там хлопайте, хлопайте, хлопайте мне, хлопайте. И кажется, что это вершина аплодисменты, вершина, когда тебя не замечают, и что ты делаешь, особенно, когда ты верующий человек. Главная и самая великая награда, хорошо, добрый и верный раб. Хорошо, добрый и верный голос. Это очень сильно же расходится с современным представлением людей вообще, вот о известности, в том числе в церкви. Но я соответствую словам Христа. Помнишь, когда одна рука творит добро, другая не знает, то есть не на показ. Я расскажу историю, которая со мной буквально случилась. Две недели назад я лежал в больнице, и в это время, когда я пришел, там у меня одни мужчины, они стали спрашивать, ну кто ты такой, чем занимаешься. Я рассказал, что я пастор, и так один парень, ему где-то 30 лет, он офицер в милиции, и он такой спросил, ну в общем, я не знаю, как к тебе относиться. Ну ладно, я понял, что ты кто-то там. Вот скажи, какое звание ты занимаешь? Я говорю, как? Ну какая иерархия? Кто ты по своему статусу? Офицерское звание. Какой? Кто ты? Я так стоялся, говорю, ну наверное рядовой. Он говорит, не-не-не-не, подожди. Ему долго было непонятно. Но там он, наверное, так и не понял. Тот, кто служит, он не выше, он ниже. Он ниже всех. Он служит. Он служит. И служителя это всегда именно настоящее. Надеюсь, я когда-нибудь таким стану, как я говорю своим детям, что для вас и для всех остальных, что это не просто, что что-то там хорошее это сделать. А если мы сделали что-то хорошее, это поможет вам. А тех, о ком ты сказал, это, конечно, как сказано в одном стихотворении, стыд и срам. Дим, ты хотел что-то добавить, да? Да, ну вот в довершение к речи Андрея, действительно, ты, наверное, бы сказал, что ниже рядового, да, на несколько рангов, что человек, когда встречает другого человека, он, ну, оценивает, какую позицию занимаешь в иерархии. Например, вернее, если понять, что зашли, зашел Иисус, и он как хозяин, на правах хозяина, там распоряжается, и зашли все ученики, и у них у всех грязные ноги в сандалиях, и мы видим, что не было рабов, не было слуг в это время с ними, и они так оглядывались, наверное, по сторонам, интересно, а кто будет нам ноги-то мыть, смотрят, что слуг нет, значит, кому-то из нас придется. И, наверное, так друг на друга, ну, я вроде бы так помощнее был, поближе к Иисусу, я тоже, наверное, это-то может быть тот. То есть они мысленно оценивали вот эту иерархию, а Иисус, как обычно, сломал все стереотипы, он взял, разделся, они думают, что же он делает-то, может, позовет кого-то нам, мужам таким Божьим, ноги мыть, а он сам склонился и начал мыть, и они, как обычно, ничего не поняли, мы видим, и Симон тут, вроде, ты что, Иисус, ты что-то перепутал, мы сейчас решим, кто-то все равно из нас помоет ноги. И так же у нас, да, мы и в церкви так же, какую ты позицию занимаешь, о, надо же, какой лидер там, или что, но, к сожалению, не всегда это на практике происходит, что мы склоняемся друг к другу и моем ноги, служим друг другу. Так ведь? И на самом деле, всегда, когда мы что-то доброе пытаемся сделать, мы всегда хотим, вот, свое имя с этим связать, да, может быть, мы не имеем никакой выгоды материальной, практической, но вот хоть бы имя свое, то, что вот сказали, настоящий слуга, это тот, кто делает без имени, без имени. И тут как раз такая, может быть, недавно произошла, вот, 8 апреля, умер Анри Волхонский, думаю, может быть, некоторые знают, это автор знаменитой песни, которую исполнял Гребенчуков, «Под небом голубым есть город золотой». Ну, у Анри Волхонского, она «Над небом голубым есть город золотой», с прозрачными воротами и ясной звездой. Знаменитая песня, которую Анри Волхонский назвал «Раем», которая стала известна в исполнении Гребенчукова. А на самом деле Анри Волхонский взял музыку Владимира Вавилова и написал свой текст, и получилась эта песня. Но что интересно очень, вот эта сама история, ну, не многие ее знают, вот эта сама знаменитая музыка, вот эта «Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па», как Гребенчуков сказал, «Я ничего лучше никогда не слышал и не играл, чем эта музыка». Вот. Эта музыка, она возникла с пластинки Владимира Вавилова, где он записал лютневые произведения 16-17 века, да, и там было и это, и Ава Мария Качини, и много-много произведений, которые сегодня известны, да, вот. Ну, как бы, один известный гитарист, лютнист, записал пластинку, лютневая музыка. В советское время эта пластинка вышла. И потом, когда уже после смерти Вавилова, эта пластинка вышла в 70-м году, а умер он в 73-м, стали изучать эти произведения, все ахнули, потому что этих произведений не было, а некоторые даже не могли быть написаны ни в 16-м, ни в 17-м, ни в 18-м веке. И оказалось, что Владимир Вавилов, это сам сочинил эти мелодии, но благодаря советской вот этой машине там сложно было и пробиться, и все, и все. Проще было исполнить старинную лютневую музыку и получить разрешение. И он взял и под видом старинной музыки свои произведения. И вот то, что вот знаменитое, вот то, что вот Диана поет, Качини, Аве Мария, вот Мария, Аве Мария, на самом деле Качини никакого отношения не имеет к этому. Это написано нашим соотечественникам Владимиром Вавиловым. Под небом голубым есть гора золотой. Написано, и оказалось, что на этой пластинке, кроме двух произведений, все написал этот человек. Написал под чужими именами. Неизвестный композитор, Качини и прочее, прочее, и умер. И вы знаете, этому Вавилову было не так важно, чье имя стоит, ведь он же мог, он же ведь не знал о том, что после его смерти, он думал, что он умрет, так никто об этом мог никогда и не узнать, если бы не изучали эти все вещи, да? Но ему было намного важнее исполнить музыку, чем поставить над этой музыкой свое имя и фамилию. Понимаете, да? И даже часто в мире люди порой, для них важнее что-то сделать, чем иметь вывеску своего имени. Даже, может быть, сделать под чужим именем, потому что ведь суть-то в доброте, а Бог знает это все, когда мы делаем для Господа, что ты сделал и для кого ты сделал. А вот наше именно эго, наша плоть, она хочет прославиться, она хочет... Нет, это должны все знать Виктор Судаков, никто другой это именно сказал, это он именно сделал. И так важно, чтобы именно твое имя. Нет материальной выгоды, зато духовный авторитет есть. Есть мое имя во всем этом. Так вот, когда вы с таким сердцем служите, это вот не есть тот диаконос, о котором сегодня Андрей заметил. Это не тот настоящий, это тот, кто без имени, без личной славы, он это трудится в тайне часто, да? Как Иисус, помните, говорит, милостивание ваше будет тайной, да? Потому что Бог видит. Аминь? Бог видит. И вот в этом-то и есть суть настоящего, настоящего служения. А у нас бывает, мы хотим служить Богу, но столько у нас амбиций всевозможных, и поэтому все как-то не так получается. И вроде и служим Богу, и многое делаем, а удовлетворения нет. А почему? Эгоизма очень много. А для нашего эго никогда не будет покоя. Вот запомните, эго никогда в покое не будет. Эгоизм всегда беспокоит нас. Беспокойно я, успокойно ты меня. Все время что-то тебе не нравится, да? Но когда ты убиваешь свое эго в жизни, когда ты открываешь Богу, приходит мир и покой. Даже, может быть, не совсем так, как ты думал, не совсем так, как ты хотел, но ты сделал лучшее, что мог, и ты просто находишься в мире. Плошь, что находишься в мире. А пока этого нету, все, что вы не будете делать, почему служение в церквах и в нашей церкви. Столько есть и конфликтов, и ссор. Как такой пастор в церкви может быть? Да как? Ведь мы же в церкви-то не одни приходим, а с эгом со своим мы приходим, да? И наше эго тут под маркой служения Богу задает всем жару. Вот. И поэтому, пока ты не разберешься со своим эго, с желанием, чтобы твое имя сияло над этим добрым делом, не будет ни по-настоящему доброго дела, ни по-настоящему служения не будет. Почему? Я на самом деле и убежден, что самые великие люди в христианстве, в царстве Божьем, это не те известные имена, о которых разговаривают. Этих людей, мы, может быть, даже не знаем, они неизвестны. Вот. Я думаю, самые великие люди, мы о них узнаем на небесах, которые сделали для царства, для царства Божьего. А часто распиаренные, известные имена, великий муж Божий, генерал веры. Да кто его назначил генералом? Господь, что ли? Мы его и сделали генералом. А он говорит, пастор, а как не генерал? Там чудеса эти всевозможные. А помните, Иисус говорил, там чудеса творить можно и бег изгонять. А что Иисус сказал? Отойдите, я никогда не знал вас. Ну, о чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. О том, что человек пропиарил себя по полной. В христианстве огромное количество людей, которые просто, они вроде и Богу служат, и себя пиарят. И что-то делают, и себя пиарят постоянно. Так я вам скажу, я постоянно стремлюсь освобождаться от этого желания. От этого желания все время славить свое имя, прикреплять свое имя ко всем своим служениям великим. Учиться делать это для Господа и для ближнего. Не пиаря себя. Я думаю, вот в этом есть настоящая любовь. Настоящая. Так мы свободны жить в любви. А когда есть наше эго, все уже испорчено, как этой закваской все испорчено. Ну, смотрите, братья, тут у нас... Ремарку. Давай. То есть, ну, по сути, это ведь неплохо, быть богатым, быть благословенным, успешным. Но это просто как второстепенное. Писание говорит, что ищите прежде царство Божие, остальное приложится. Но в какой-то момент вот эта переориентация произошла. Ну, может быть, не у всех, да, но она произошла, когда стали вместо вместо царства Божия больше все-таки уделять внимание, искать, как быть благословенным, как быть счастливым. И это привело к разочарованию многих, потому что оно как бы вот раз и не пришло того, чего ожидали. Да, да. Ну, конечно, никакая история в Библии, в Новом Завете, в Евангелиях не обходится без особой роли Петра. Давайте читаем 6 стих. Вот, все было нормально, пока не подошел к Симону Петру. Вот, все пришло по плану. Подходит к Симону Петру. Есть, наверное, такие люди в церкви, да, вот, вокруг них всегда бурлит. Да, есть же такие люди, да, они вот как вот, как обычно вокруг них всегда бурлит. Думаешь, вот такое бурлит. Я помню, когда, помните, к нам Алексей Ледяев приезжал, вот он проповедовал, что когда вот река идет, если камень торчит, вокруг него всегда бурление. Обычно бурление вокруг тех, кто не в течении общем, вот кто там, все там двигаются в каком-то направлении, а он там стоит, вокруг него все время какое-то бурление. Вот, вот таким камешком был Петр. Вот подходит к Симону Петру, 6 стих. Тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Вы знаете, что это еще интересно очень? Иногда мы пытаемся всегда что-то все пояснить и разъяснить, и сделать все ясным. Но есть вещи, которые мы можем понять только со временем, только с годами. Заметьте, Иисус не пытался, чтобы все все поняли. Он говорит, Петр, ты сейчас это не поймешь, потом поймешь, даже не буду пытаться тебе сейчас ничего объяснять, иначе так все красиво, вода, полотенце, все, мы тут собрались, все ноги все моют, все сейчас испортится, если тут начнется, мы тебе будем все объяснять. Поэтому сейчас ты не понимаешь, потом должен понять. Вот, сейчас не понимаешь, разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Давайте тут остановимся, да? Братья, ну вот, вот эта ситуация с Петром, у Петра всегда было какое-то свое особое мнение, своя особая, особая позиция. Он не согласился, не согласился. Почему? Не захотел, чтобы Иисус ему ноги мог. Я думаю, что он не мог принять Иисуса в позиции слуги, потому что для него это был лидер, возможно, будущий царь Израиля, и, во всяком случае, раввин, а к раввинам было очень, ну, уважительное отношение. Или я такое слово сказал, принять. Вот знаете, что это, принять, да? Вот интересно, вот мы сейчас все говорим о служении, как о неком проявлении любви, мы должны любить, да? А есть еще другая сторона, когда мы должны уметь принять любовь от других людей. Это порой тоже непросто, наша гордость тоже может мешать нам принимать, принимать любовь. И есть люди, которые буквально закрыты для любви, да? Вот, вот, пожалуйста, вот эту тему возьмите кто-нибудь. Вот, о принятии любви, как можно, как есть противление. Вот люди не принимают любовь от близких, люди не принимают любовь, в семье есть такая ситуация, когда человек не принимает любовь, его любят, он не принимает любовь, да? Если люди считают как бы ниже своим достоинством, нет, вы мне не будете помогать, там, вы мне, там, кто хочет сказать на эту тему? Давайте отдадим самому тихому брату, Саша, давай. Что ты, почему ты любовь не принимаешь? Как вот, с чем проблема? Расскажи. Ну, скорее всего, проблема здесь, когда люди не принимают любовь, это что-то внутри самого человека, вот эта вот гордость, и тем более, мы, когда смотрим на Петра, то он то он ставил себя так, что вот, Господи, да я за Тебя жизнь отдам, я за Тебя, ну, то есть он был уверенным в себе, и как бы сам все с этим справлялся. Есть люди, которые не принимают любовь, они просто уверены, говорят, я сам справлюсь, зачем мне Твоя помощь? Я и так на Бога надеюсь, мне Бог и так помогает, и я своими силами справляюсь. И в этом случае Петр, конечно же, не мог вот принять, видеть, потому что он видел в Иисусе не слугу, он, наоборот, как бы сам мог бы послужить Ему, он сам мог бы сделать для Иисуса вот эти же ноги омыть, но он не мог принять, потому что действительно вот это была гордость Петра. Вот гордость нам не позволяет что-то делать для людей, гордость не позволяет и принимать вот эту любовь, сострадание. И, скорее всего, проблема была. Католики считают Петра первым Папой Римским, знаете, первый Папа Римский, да, и поэтому вот наверняка у Петра же, да, как у первого Папы Римского была такая целая система, иерархия, там Иисус наверху, он там самый главный сидит, я рядом сижу, первый Папа Римский, да, где-то вот, там может Иоанн где-нибудь рядом, еще там там следующий уровень, следующий, как пирамида такая целая, ну он же Папа, вот, целая, целая пирамида, и тут вдруг происходит такая вещь, как бы глава этой пирамиды, тот, кто самый главный, а он его первый зам, по идее, да, вот глава, он начинает делать то, что должны делать люди с самого низа, и его система мира просто стала рушиться, по идее, Иисус главный, я его первый зам, там этот, у меня, мой помощник, депутат, вот там этот, вот этот, вот там все сидят, и вдруг все, все наоборот стало происходить, но он себя считал недостойным встать позицию выше своего учителя, то есть действительно у него иерархия была уже понятна, что он считал кто-то ниже, наверняка, да, а тут его иерархия поменялась, его иерархия поменялась, они же и спорили за иерархию, то есть у них же были вот эти вот разборки, кто, кто важнее среди них, да, у них эти были, и тут Иисус все, все ломает действительно стереотипы, а про руки и голову там, можно я прокомментирую? Давай. А вот он говорит, давай тогда мне мой все, и руки, и голову, все мой. На самом деле он, опять же, перенимает Иисуса как раввина, потому что раввины, они часто вот как в крещении омывали, ну, тело учеников, то есть, как ритуальное омовение, и он говорит, давай, мой меня всего, готов я принять от тебя. Ну, Иисус, опять же возражает, нет, Петр не по-твоему будет, а по-моему все-таки, по-моему многих, и достаточно с этого. И смотрите, вот еще, если мы возьмем, вот смотрите, мы много говорили о бытовой стороне, о гигиене, да, Израиля, вот, если мы сейчас больше сконцентрируемся на духовной стороне, вот не случайно, здесь же даже у нас все на дальнем переводе написано в пятом стихе, влил воды в умывальницу, когда вот просто читаешь слово умывальница, сразу возникает либо скиния Ветхого Завета, либо храм Ветхого Завета, мы знаем, что приближалась Пасха, и храм имел двор внешний, было святилище, и было святое святых, и вот прежде чем идти во святое святых, вообще войти во святилище, там была специальная умывальница, мы читаем, да, медный такой таз был, вот, или уже в храме Соломона, это было просто уже большое такое сооружение, красивое сооружение, где необходимо было омыться священникам, прежде чем идти уже в саму палатку, либо в само здание храма, нужно было войти, да, мы понимаем, что Иисус сейчас, да, готовится к своей великой миссии искупителя, да, когда своей, как крышка ковчега обогрялась кровью жертвенных животных, он шел во святое святых небес, чтобы, как написано, не с кровью тельцов и агнцев, со своей собственной кровью, да, и поэтому, если мы возьмем модель храма Ветхозаветнего и модель новозаветнего служения, то во многом же, вот то, о чем здесь показывает Иисус, это вот тоже, для чего служила умывальница в Ветхом Завете. Вот, братья, какой символ был у умывальницы Ветхого Завета, почему необходимо было омыться в ней священникам, прежде чем войти в храм, и как это вот связано с новозаветней умывальницей, с тем, что Иисус? Ну, наверное, в духовном плане это, прежде всего, омовение, как в Священном Писании говорится, водою чистую омоетесь, поэтому, наверное, это все-таки символ, прежде всего, это Слово Божие. Кстати, тоже из Евангелия Теяна сказано, и пребывать в Слове Божьем, и пребудете в Слове Моем, то вы истинно, мои ученики, и познаете истину, истинно сделают вас свободными. Поэтому, вот, мне кажется, и, наверное, согласятся многие, что все-таки это омовение, это Слово Божие, которое омывает, очищает, освящает, убеляет, благословляет. Это красиво. Вот эта умывальница, которая стояла в храме, она была сделана из полированной меди, и священники, когда они подходили, они видели свое отражение. Когда они служили там при жертвеннике, они, конечно, становились грязными. И когда они смотрели в отражение свое, вот в этом тазу медном, они видели, что им надо мыться. И это действительно символ Слова Божия. Мы свое отражение видим здесь, в Слове Божьем. Если бы не написано было, что не греши, мы бы не знали, что мы грешим. А так, мы видим грех, и эта же умывальница предоставляет воду для омовения. То есть ты себя видишь в Слове Божьем. И это же Слово дает тебе силу для того, чтобы освободиться, очиститься. И Слово Божие действительно нас очищает. Я скажу, иногда у меня такое ощущение после служения, как будто вот меня омыли изнутри. Это, ну не знаю, субъективно может быть, но я думаю, что именно такое действие и производит Слово Божие. Когда ты слышишь, оно тебя с одной стороны обличает, показывает твою нечистоту, но с другой стороны дает тебе силу для того, чтобы освободиться от этой нечистоты, дает желание тебе. И потом уже в присутствие Божие священники заходили омытыми, очищенными. Это как вот обычно после бани бывает легко дышаться. И есть собрания иногда, после них как-то легче дышаться, да? Да, да, да. Как будто Бог произвел невидимое очищение в нашей жизни. И в принципе, получается, эта история, она тоже является в чем-то зеркалом. Когда вот мы идем к Пасхе, мы можем посмотреть на себя, насколько я являюсь вот таким слугой, да? Слугой не каким-то великим людям, а тем, кто, может быть, по социальной лестнице, по финансовой, ниже меня, да? Вот людям, которые, может быть, мне, по идее, должны служить, насколько я этим людям служу. Интересно, что Иисус ноги Иуде помыл тоже. То есть Он знал, что в сердце Иуды. Но это говорит тоже о том, что мы, видя человека, который, может быть, как нам кажется, недостоин, не должны лишать его нашего, своего служения. Потому что мы не знаем, что в сердце человека. То есть только Бог знает. И поэтому мы не должны оценивать, действительно ломать эту... Выбор Иуда – это выбор Иуда, а мы должны любить всех. Если даже Он плюнет там в тебя, уйдет от тебя, ты со своей стороны должен выполнять роль такую же, как Иисус. То есть быть готовым служить к этому человеку. Такой, ну тоже, такая своеобразная история притчи, что часто люди видят грех. Как бы, да, то бревно, но никогда не увидят, когда человек, он кается где-то в своей тайной комнате. Это то, что Бог дает примирение и благодать. И смотрите, еще тоже вот интересно, Петр – это такой человек, человек крайности. Почему он порой для нас вот хороший пример, потому что у христиан тоже много крайностей, да? У него крайность была. Либо одна крайность, да? Нет, не умоешь меня, не коснешься меня. Да ты что, да? Ни в коем случае. Нет, 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 нет. Потом Иисус говорит, если не омой, не будешь иметь части со мной. Да? Тогда всего меня давай, и голову, руки, и спинку попарь. Все, давай. Всего меня, да? Давай. Омой, омой, омой сразу. Иисус говорит, и это тоже неправильно. Чистому только ноги омой, да? Вот я думаю, то здесь есть как бы две крайности в нашем христианском пути, да? Первая крайность, когда кто-то уже считает себя просто небожителем, уже как вот, все, я уже, мы сидели за столом, шутили, все, уже безгрешный человек, уже не знаю, уже за кого Иисус умер, за всех, за 7 миллиардов, но не за меня, не нужно было. Вот, как бы, ты считаешь себя, вот, нет, 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 да? И это крайность, то есть, не бывает так, что все мы, какие бы мы уже классные в Господе не были, каждому из нас есть в чем-то, в чем изменяться, правда же? Есть, что еще смыть, еще грязь у тебя есть, которую нужно омыть, каждому есть что-то, что изменить, в чем мы должны еще возрасти, развиться, измениться, правда же, да? Это одна крайность. Но есть другая крайность, когда смотришь на некоторых христиан и говорят, ну, вот, всего меня теперь, когда ты считаешь себя полностью каким-то гадким, негодным, пропащим, Бог через всех действует, через меня не может, Бог может себя благословить, меня не может, Бог всех любит, меня не любит, Бог там всех, через всех действует, через меня не действует, и когда люди считают себя вообще, это другая крайность. Здесь, как вот, крайность такой супер святости, что я, как бы, лучше всех, святее всех, круче всех, мне даже омываться, Нет, каждому из нас есть, что еще омыть в своей жизни. Другая крайность, когда ты впадаешь в крайность, что ты вообще весь грязный, весь греховный и прочее, прочее. Это тоже неверно. Чистому только ноги омыть. Мы все очищены с вами не за наши заслуги, не за наши дела, а только по Божьей милости, правда же? По Божьей милости. И поэтому, если ты приписываешь свою святость своим делам, ты всегда окажешься в проблеме. Мы святы по благодати Божьей, правда же? Мы ее приняли верой, мы по благодати, мы спасены, все не от нас, Божий дар. Поэтому мы должны понимать, да, мы несовершенные люди, но мы чистые люди. Нам еще, конечно, ноги надо там кому-то помыть, вот, периодически кто-то где-нибудь там запачкается, там кто-то еще куда-нибудь упадет, там кто-нибудь что-нибудь там порвет себе, кто-нибудь что-нибудь там напроказит, нашкодит. Есть много, с чем еще нужно работать. Однако мы чисты, мы чисты. Почему? Кровь Иисуса Христа на нас. Мы омыты, мы белее снега. Не за наши заслуги, не за наши подвиги, а просто по милости Божьей, правда же? Поэтому уходить в другую крайность, как Петр тут же, вот, из одной, ах, если я это, ноги, мы тогда всего давай, я весь какой-то грязный, ягодный, гадкий. Это другая. Значит, ты не ценишь то, что Бог сделал в твоей жизни. Поэтому дорожи тем, что Бог сделал в твоей жизни, но не считай себя идеальным человеком при этом, да? Вот эти две крайности, из которых Петр гулял, вот это точно так же некоторые христиане. То в одну крайность, то в другую крайность уходят. Вот. Хорошо, давайте читаем дальше. Значит, 10 стих, Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Вот. И тут понятно, что речь идет про Иуду, да? И вот возникает вопрос, а почему же этот человек-то был нечистым? Все чисты, а Иуда нечист. Ну вот как раз мы говорили о том, что когда Иуде дьявол вложил в сердце вот эти вот мысли, это же не произошло в одночасье, что Иуда был таким хорошим, и вдруг он допустил вот эти мысли до себя. В Писании нас так же предупреждает, что не давайте место дьяволу. И Иуда как раз вот все время служил с Иисусом, он же ходил за Иисусом, он все это видел. И мы видим, что ящик был у него сбора пожертвований, и он туда запускал свою руку. И через это, то есть это является... Так и написано, потому что был вор. Вором был. Это был грех. И через это было место для дьявола. То есть была вот как раз благоприятная почва, куда дьявол посеял свою вот эту вот дрожжи вот эти, квасное. И поэтому он сам в себе уже был нечистый, и было место для дьявола. Это вот, мне кажется, нужно тут вспомнить знаменитые слова Мартина Лютера, который любил поговаривать, что мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы можем им запретить свить гнездо на нашей голове. Точно так же мы не можем запретить дьяволу не запускать в наш разум какие-то мысли. Конечно, мысли приходят. И в том числе от дьявола приходят мысли. В нашу голову приходят. Просто от него. Но дать этим мыслям укорениться, это вот уже наше решение. Дадим мы этим мыслям свить гнездо в голове, или пускай летят дальше. Вот это уже от нас зависит. И проблема-то Иуды не в том, что там дьявол вложил мысль. Всем дьяволу бывают такие гадкие мысли в голову приходят. Но то, что эта мысль угнездилась в его голове, проросла в его разуме, это и сделало как раз его нечистым. От того, что он принял эти дьявольские мысли. Дальше читаем. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегши опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, храп не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Ну и вот, как бы это завершающие слова этой истории, когда Иисус говорит, что я не просто вот что-то такое сделал, я сделал как урок для вас, да. Если я умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Вот что это за урок? Пример, как он говорит в 15 стихе, да, пример. Что это за пример он нам дал? Может быть, на самом деле мы что-то упускаем, когда во время причастия у нас здесь нету тазиков, нету мыла. Мы не моем ноги друг друга. Если он умыл ноги, так вот мы должны умывать ноги друг другу во время причастия. Почему же мы, братья, с вами этого не делаем? Ну, прежде всего, наверное, это просто пример. Служить. Служить и каждый тем даром, который получил каждый от Бога. Я считаю, что это служение. Ну вот, каждому Бог дал благодать по мере дара Христова. И каждый может служить ближним своему. Каждый. Нет такого, который мог бы не служить. Иисус показал очень простой пример. Именно не верховодство, а именно служитель как слуга. И знаете, я бы здесь хотел сделать акцент на словах Иисуса Христа в 17 стихе. Если это знаете, блаженны вы когда исполняете. То есть, видите, есть знание, а есть исполнение. Иисус говорит, что блаженный мы знаем, да, то есть счастливый человек. Блаженный – это человек счастливый. И Иисус говорит, что само по себе знание счастливым тебя не делает. То есть, проблема может быть в современном христианстве, что мы очень много сегодня знаем. Да ведь? Сегодня столько информации, столько проповедей. Ты можешь зайти на христианские сайты, насмотреться проповедей, и закончить теологические, богословские институты, и блистать знаниями истории, и традиций, и всего прочего. Но иногда очень часто ты замечаешь, что знания тебя эти счастливым не делают. Счастливым не делают. Иисус говорит, блаженны, когда исполняете. Счастье-то заключается в том, когда мы свои знания воплощаем в жизни, в служении реальным людям. Знаете, недавно ехал с одним братом, и у него в жизни какие-то трудности. И он говорит, я теперь понял, что такой человек, разочаровавшийся в жизни, мне ничего не интересно, мне жизнь не мила. И я ему говорю, знаешь что, я тебе дам один совет. Хочешь стать счастливым человеком? Он говорит, ну да как кто ж этого не хочет? Я говорю, начни служить другим людям. Сделай кого-то счастливым. Послужи кому-то, благослови кого-то. И ты увидишь, как счастье, оно будет наполнять твою жизнь. Вот Иисус открывает служение счастья, это когда мы других людей можем сделать счастливыми. По мере своих сил, по мере своих возможностей. Мы много говорили об эго, пастор Викторе. Так вот, эго, оно говорит, сделайте меня счастливым. Мы приходим в церковь и говорим, я такой несчастный, сделайте меня счастливым. А к тебе подходят и говорят, хочешь быть счастливым? Хочу, я для этого сюда и пришел. Возьми тазик, помой ноги. Братьям, сестрам. И что это счастье, вот сто процентов помоешь ноги, так тебя счастье накроет, что мало не покажется. Поэтому вот эти очень важные слова. Что подразумевается под этим, помой ноги? Ну, конечно, это имеется в виду, я буквально, не буквально смысле сказал. Это служение, да. Конечно, Иисус прежде всего здесь показал принцип. Потому что у нас была как-то в гостях сестра из другой церкви. Они там постоянно во время причастия мывают ноги. И она с осуждением мне так говорит, а вы почему так не делаете? Я говорю, ну, у нас не принято так делать. Она говорит, ну, Иисус же сказал, вы должны мыть ноги. Я говорю, ну, Иисус так же сказал, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Тебя, говорю, вас никогда не соблазнял? Или рука, теки ее. Я говорю, некоторые вещи надо толковать духовно. И никто себе руки не отрезает и глаза не вырывает. И здесь тоже, я говорю, я не против того, что вы совершаете это служение в своей церкви. Это хорошо даже. Но здесь я верю, что прежде всего Иисус показал принцип служения. Потому что он же потом объяснил. Я, вы называйте меня Господом и Учителем. Я действительно то. То есть Иисус ничего Илья не делал такого чудаковатого, что все пришли, и он вдруг раз ноги, что к чему такое, никто не делал. Там это делали обычно, то есть ходили в сандалиях, песок, приходили, к слуге мыли ноги. Это было нормально. Здесь вопрос был именно, кто низший, кто высший. Господь моет. Вот в чем. Сегодня в наших домах не существует. То есть у нас сейчас несколько другое все. И с обувью по-другому, и с транспортом по-другому. И нет такого обычая. У меня в семье не было, что приходили и все кому-то ноги мыли. Но я не думаю, что у кого-то дома был такой обычай. Нет потребностей сейчас. Нет потребностей. И когда мы просто берем из этой истории вот саму модель, мыть ноги и начинаем это делать, то это выглядит больше чудаковатостью. Ну вот тут они тут ноги моют друг друга такие смиренные, потому что в реальности для нас это что-то такое неестественное. А для них это было естественно. Вот чужой человек пришел на ячейку, а там вечеря, допустим, и его ноги моют. Это было бы странно. Да, он не привык к такому. А для тех было нормально, да. Если бы лидер домашней группы вдруг там раз помыл ноги. То есть получается здесь Иисус говорит об омывании ноги, о чем-то другом. О чем? Что стоит за этим? Как мы можем мыть ноги друг к другу? Вот в чем оно проявляется в практических делах? Практически это чаще всего проявляется в том, что мы должны просто искать тех, кому служить. Искать, кому служить? Да. То есть когда... Что же не прячутся от тебя все. Мы так часто говорим, что Иисус наш Господь. Вот, ну, это очень часто такое спрашивают, ну, кто твой Иисус? Он Господь. Алилуйя. Но всякий раз, когда мы говорим, что Он Господь, это означает, что другое, что ты раб. Что ты подчиненный. Что ты долос. И здесь без вариантов. Здесь не то, что... Ну, выберешь ли ты быть рабом? Такого в христианстве вообще не существует. Если вы верующий, то вы должны что-то делать. Большинство людей в церковь, они чаще всего ходят для того, чтобы посмотреть, как на шоу. И все идут из церкви. Ну, как сегодня проповедь там была? Ну, да, пастор сегодня был в ударе. Да, хорошо. Как хорошо. Как хорошо вообще быть братьям и сестрам вместе. Как хорошо. Братьям и сестрам хорошо быть вместе только тогда, когда они что-то сделали. Если бы вы, например, вот увидели пасторов после воскресного собрания, то есть они не такие вот радостные там. Они все полностью опустошенные, разбитые, и не трогайте их. Почему? Потому что чаще всего они настолько выложились, настолько выложились, и очень часто жены говорят, ну вот зачем ты это все вот так вот эмоции тратишь? Ну вот зачем ты там всю душу-то свою там выворачиваешь перед этими людьми? Ведь они часто очень и не понимают этого. Ты из наболевшего. Я о вас, я о вас, пастор, о вас. Глядя на вашу супругу, я вижу, как она кивает головой. Потому что на самом деле чаще всего люди думают, ну это абсолютно... Лучше к пастору после собрания не подходите, пожалуйста. Да, да. Нет, он, конечно, после собрания какое-то время у него он полон сил, но чтобы приготовить следующую проповедь, ему нужно готовиться достаточно долго. И точно так же очень часто хочется задать вопрос людям, которые, ну, приходят в церковь, вы что сделали? Вот что вы сделали? Даже если вы делаете чуть-чуть, это уже хорошо. И так надо делать каждый раз, каждый раз, практиковать себя в служении. Не мечтать о том, что я всегда вспоминаю историю, когда женщина все время рвалась миссионеркой, то в Индию, то в Китай, то в Уругвай, то в Парагвай. Восемь языков иностранных учила, никуда не поехала и все бросила. Почему? Потому что главное помогать тем, кто рядом. Помогать всю, сколько, до пришествия Христа. Почему? Потому что Иисус наш Господь. Аминь. Пастор, вот еще с этой стороны, вот вы тоже же первые люди в своей церкви, да? Как вы мываете ноги? Саша, как в вашей жизни происходит это омовение ног? Ну, конечно же, происходит не буквально, потому что если исполнять буквально, то это может все природиться просто в традицию и в ритуал, который бессмысленный. И когда омывают ноги друг к другу, а после этого друг с другом и разговаривать не хотят. Потому что кто-то кого-то обидел, кто-то кому-то что-то сказал. Поэтому смысл весь не в этом, а в служении, это прежде всего в любви. И насколько вот я, как бы, ну, по себе вот смотрю, потому что я как тоже ответственный в служении своей церкви, то для меня прежде всего это, конечно же, прежде всего быть полезным для своих людей, для своей паства, быть нужным и, ну, как бы, восполнять их нужды, да? И, конечно же, хочется, чтобы не просто я им служил, а научить их, как вот Иисус учит нас, служить друг другу. Потому что это очень важно, это так важный дар. Если, как вот было сказано, один приходит и говорит, сделайте меня счастливым. Второй приходит и друг у друга требует, чтобы сделать нас счастливыми. И оба будут несчастные. Так же и церковь, это, если мы только ожидаем, чтобы нам что-то сделали, то мы какого-то вот блаженства вот этого мы не будем испытывать, переживать. А когда ты отдаешь, я сам просто переживаю очень часто, когда послужишь человеку и даже вот вымотаешься, устанешь, а внутри такое спокойствие, такой мир, что ты послужил, ты сделал, ты отдал. Потому что когда ты отдаешь, у Бога есть возможность тебя еще больше наполнить, дать тебе вот эту вот любовь. А служить без любви, это просто невозможно, это трудно. А служить в любви, это просто состояние, состояние человека. Это невозможно, что-то вот, я знаю, что я должен любить, и вот я как пастыр, я должен любить. И как ты в это состояние входишь? Ну, это прежде всего общение с Богом. Вот это вот молитва и последнее время, вот это вот размышление о том, что вот в каком направлении мы в последнее время идем, вот это вот молитва сосерцания, вот размышления. Я вижу, что как бы в моей жизни сейчас как бы вот такой другой этап. Вот, чтобы любить, не нужно напрягаться, не нужно, вера это тоже состояние. Это не нужно что-то вот, если вера, мы раньше, вот 90-е годы особенно, если вера, это надо что-то делать, это надо провозглашать, это надо говорить. Если ты молчишь, значит ты как-то вот, как можно узнать у тебя веру? А вот когда ты говоришь очень много о вере, ну, значит, вот какой верующий человек, духовный человек. На самом деле все это другое. Это то, что внутри у тебя, и когда ты это отдаешь, вот это Бог наполняет. И служение это просто уже становится, ну, неотъемлемой частью тебя это желание твое. Хорошо. И вот один всего вопрос, да, Миша? Один вопрос, вот. Один вопрос, мы ответим, и потом уже будем молиться, у нас будет причастие. Брать, вот, про Иуду вопрос. Вот, самоубийство Иуды, это что, проявление эгоизма его, или что? Вот, кто ответит? Сергей, ответь. А ты говоришь, в чем были мотивы Иуды? Тогда интернета не было, ВКонтакте не было, в группах самоубийц не сидел. С чего у него такое желание-то возникло? А можно передать микрофон? Я думаю, что это все-таки осознание того, что он натворил. Потому что все-таки написано, Иуда раскаялся. Вот, но то, что он раскаялся, я не думаю, что значит, что он попал в рай. Потому что Писание, Иисус сказал горе человеку, которым сын человеческий предается, да? Вот, то есть Иисус сказал, что Иуде горе. Но все же, думаю, он осознал, что он натворил. Осознал последствия всех своих дел. То есть он правильно сделал? Он по-другому не мог сделать. Я думаю, что его просто предъявила тяжесть осознания собственной вины. То есть там не было покаяния перед Богом. Он просто осознал, какой поступок он совершил. Так же, как Адам, который почувствовал, что он согрешил и спрятался от Бога. То есть он не пришел к Богу с покаянием, а он спрятался от Него. И это тоже форма такого, как сказать, ухода от этой тяжести греха. То есть Иуда не спрятался, а повесился. Потому что из-за тяжести он понял, что это очень плохой поступок он совершил. То есть когда что-то есть в твоей жизни, с чем ты не можешь жить дальше? Да, да. Это может быть даже в чем-то похоже, когда, знаете, раньше офицеры... Чувство вины очень сильное. Стрелялись, если какие-то вещи происходили, после которых они не могли быть. Как японцы там харакири себе делали, когда их честь была запятнана, и они осознавали это. То есть он понял, что дальше он не может жить? С этим грузом он не может жить. Я думаю, что так. Здесь у нас еще есть два примера. Ведь Петр тоже был предателем. Он предал Иисуса. И Иуда предал. Но Петр покаялся, и у него был плод покаяния. Он вернулся. А у Иуда не было плода покаяния. Потому что, как было сказано, что он был нечист. И ему было сожаление, что было сказано. Но истинного покаяния у него просто не было. Такое чувство, что вопрос из серии... Вот как говорят, там сейчас какое-то Евангелие от Иуды нашли. Вот еще есть фильмы BBC, где пытаются рассказать, что Иуда на самом деле героем был. Он волю Божью исполнил. Типа, надо же было кому-то это сделать. Он на себя вот этот вот взял тяжелый крест. Но на самом деле это не так. Конечно, он предал, и произошло то, что произошло. Как бы сложно трактовать, можно ли это было избежать, нельзя ли было. Но надо это принять, мне кажется, так, как оно есть. Вот предал, и вот так вот оно закончилось. Иногда с предателями вот так происходит. Редко, но происходит. Также надо добавить, что он не просто предал, он продал за большие деньги. То есть на эти деньги купили огромный участок земли, где хоронили потом. Вдобавок он предал самым страшным из предательств, которые были. Потому что на вечере был особый кусок, где хозяин хлеба, ой, хозяин давал кусок хлеба, обмакнув. И этот кусок дали не Петру, этот кусок дали Иуде. Это величайшее проявление любви. Ни один из учеников не подозревал Иуду в этом. Никто на него даже подумать не мог. Но Иисус знал, что в его сердце. Наверное, так. Насколько бы человек далеко не зашел, конечно, может зайти. Но Бог всегда дает шанс, протягивающий свою руку. Поэтому здесь очень важно. И еще одна из важных частей, что сатана вложил. Важно понимать, что человек должен осознавать. Есть Божья благодать, Божья милость. И есть то, что сатана предлагает. Он пришел убить, украсть и погубить. Потому что он ведь не просто назван. Кем он назван? Он назван сыном погибели. Вот если они сыны спасения, он сын погибели. То есть это не просто, так скажем, ритуальное самоубийство. Это нечто большее. Это самое страшное. То есть он предал не просто царя. Он предал самого Бога. И предал сознательно. И это не просто родилось, как у Петра импульсивно. Это результат долгих размышлений, долгого пути, долгого разочарования. Он разочаровался в Иисусе. И осознанно это совершил. Если Петр под внезапным каким-то моментом предал, это сознательно и за деньги. Петр так не предал. Ну что, мы подошли к концу, да, вот этого разбора, этого нашего истории, благодаря которому сегодняшний четверг получил название «Чистый четверг». И в конце, я думаю, у каждого есть вот о чем-то помолиться, потому что вот в этой короткой истории столько есть, я думаю, граней, которая так или иначе касается каждого из нас. И давайте встанемся вместе в конце, да. И, пастор, я прошу вот кратко, каждый, совершите молитву, помолитесь вот за что-то, что так или иначе связано с темой сегодняшнего четверга, Страстного четверга, Чистого четверга. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты предоставил нам Своё Слово, которое как умывальник показывает нам нашу нечистоту, потому что мы все были поражены скверно этого мира, мы все были нечисты, и, бывает, совершаем тоже нечистые вещи. Но Ты в Своём Слове показываешь нам, Господь, и не осуждаешь нас, а наоборот, желаешь нас омыть и очистить. И мы, Господь, открываем Свои сердца сейчас, чтобы исповедать те вещи, которые Ты показываешь нам в нашем сердце. Мы просим Тебя, Господь, прости нас за то, что мы допускаем в нашей жизни, допускали, за всякий неправильный поступок, за неправильное отношение к людям, за всякий грех. Мы просим, прости нас, Господь, и очисти нас, омой, Господь, наше сердце. Ты дал нам эту силу, чтобы изменить нас, Господь. Мы благодарим Тебя. Дорогой Господь Иисус, спасибо Тебе за тот пример, который Ты дал Своему апостолам, и помоги нам. Помоги нам также служить, ставить себя в позицию слуг. Дай нам в этом сил. Да будешь Ты благословен и прославлен. Аминь. Отец Небесный, благодарны Тебе за Твою проявленную милость каждому из нас. И мы благодарны Тебе за драгоценную святую кровь, которая способна сегодня очистить, осветить, убелить, Господь. И самое главное, Господь, пускай сердца наши будут приготовлены, Господь, к этому драгоценному и доброму делу. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, прямо сейчас во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы у нас была эта способность хранить себя, не давать место дьяволу. Молимся, Господь, чтобы мы умели следить за тем, какие мысли приходят в нашу голову, чтобы мы могли противостоять дьяволу твердой верой. И мы сохранили веру до конца. Мы не отреклись, мы не предали, мы не продали Тебя, Господь, но мы прошли весь путь, который Ты запланировал для каждого из нас. Помоги нам, Господь, сохранить эту верность, сохранить любовь к Тебе, сохранить посвящение Тебе в своей жизни. Мы просим об этом во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, прости нас за наше эго, когда мы хотим свое имя возвеличить, поднять, быть значимыми, быть кем-то непростыми людьми в церкви, в этой жизни. Прости, Господь, ибо Слово Твое говорит, кто возвышает сам себя, тот уничижен будет, кто унижает себя, тот возвышен будет Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам этот урок, когда мы прежде всего служим людям, служим друг другу во имя Твое, из любви, то Ты, Господь, поднимаешь. И здесь нет места нашему эго, здесь полностью Твоя любовь. Мы благодарим Тебя, Господь, за все эти уроки, которые Ты даешь нам этого четверга. Аллилуйя. Господь, Ты сказал, что омытому нужно только ноги омыть. Ты сказал, Господь, что все очищены через Слово Мое, но не все. В какой-то момент Юда перестал принимать это очищение, перестав принимать Слово. Господь, дай нам всегда Твоим Словом очищаться. И всякий раз, когда мы соприкасаемся с миром, всякий раз, когда мы соприкасаемся с грехом, пусть Твое Слово, пусть Твоя благость и милость они обновляют, очищают, освящают нас, чтобы нам никогда не потерять этой благодати. И всегда, Господь, приходить к Тебе с открытым сердцем и принимать от Тебя милость и прощение во имя Иисуса. Боже, дай нам сил сохранить эту любовь, которую черпаем только в Тебе, всемогущий Бог, чтобы узнали, что мы, Твои ученики, имели любовь между собою. Господь, чтобы мы не были черствы друг к другу. Своим ближним, великий Бог, если кто-то попадает в беду, чтобы всегда нашлись те, кто поможет, протянет руку помощи, помолится. Великий Бог, мы молимся, мы молимся, соединяй нас, сближай нас друг с другом, чтобы мы были едины, как одно целое, здесь, на этой земле, как свет Твой, этому грешному миру, чтобы через каждое сердце Твоя Божья любовь изливалась, всемогущий Бог. Мы нуждаемся в Тебе каждый день. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе за этот четверг, спасибо за то, что Ты говорил к нам сегодня, и Дух Твой проявлял нам эту историю, разъяснял нам Господь, и обличал нас, исправлял, вдохновлял Господь. Мы желаем подойти к празднованию Пасхи с опресниками чистоты и истины. Слава да будет Тебе во веки веков. И каждый верующий да скажет Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...